Это уже вторая в истории края массовая рассылка о том, что в здании заложена мина. Первый подобный инцидент в январе 2019 года. Тогда под электронную раздачу по почте попала мэрия Барнаула и 24 городских школы. Сегодня их несколько меньше, 16, но от этого никому не легче. Сейчас мы находимся на территории школы номер 69. Это одно из первых учебных заведений, о котором говорили, что оно заминировано. Саперы и кинологи работы уже провели и никаких взрывчатых веществ не нашли. В оставшихся 15 никаких мин также не обнаружено. Известно, что после получения сообщений в нескольких школах срочно эвакуировали учащихся и педагогов. Кинологи с собаками, а также саперы осматривали классы. Часть школ учебный процесс возобновила с четвертого урока, часть со второй смены. В некоторых из якобы заминированных школ ученики должны были писать всероссийские проверочные работы. Об этом писали и родители в соцсетях. Но теперь, видимо, комплексные задания перенесут. Надо отметить, что к сообщениям о минировании на этот раз довольно спокойно отнеслись и школьники, и педагоги. Чего не скажешь о прошлой истории. В 2019 возникла паника. Но на этот раз все просто спокойно дожидались окончания оперативных мероприятий. Правоохранители пока никаких пояснений не дают. Но в Краевом ОВД, как заверили нас в пресс-службе ведомства, комментарии дадут несколько позже. Два года назад письма с ложными сообщениями отправляли из Европы, Брюсселя, Мюнхена, а также из Москвы. По данным фактам было возбуждено сразу четыре уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Анара Шагирова, Николай Шелко. День с толком.